приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас 18 декабря сейчас посмотрю не ошиблась воскресенье приехал лёшик вчера мы втроем здесь сидели отмечали приезд я вам там вставлю после приветствия нашу прогулку ночную по ночному чаплыгину с нашей иллюминации с нашим освещением мы вчера перед приездом лёшика ходили с анечкой на прогулку так что посмотрите кому это интересно ну а мы сидим я даже не знаю что это у нас 15 минут 4 до лёшек прием пищи да это даже не полдник на улице уже как будто темнеть начинает вечереть 15 минут 4 4 будет темень я с вами хочу поделиться и еще одним пирогом а я не буду делиться я уже съел свое друзья вот это это мне кажется лучшее что я про экспериментировала какие рецепты из тыквы пробовала вот на этом я остановилась вкратце расскажу и оставлю рецептика под видео с точными так скажем ингредиентами с точным их количеством у меня здесь смотрите какой красивый чаек с лимончиком и в общем мы пробовали этот пирог сейчас вам покажу как он выглядит в форме для запекания вот такая красота запекала я как видите без пергаментной бумаги но хорошо смазывала форму растительным маслом сверху присыпала кунжутом и сейчас расскажу что внутри друзья попробуйте это просто язык проглотишь это такая нежность и такая вкуснятина значит что здесь у меня 200 грамм творога 2 яйца 4 столовые ложки сахара щепотка соли две ложки сметаны вот это все мы взбиваем блендером если не любите чтобы творог был воздушный можно просто перемешать но я взбивала это блендером все после того как я взбила я добавила чайную ложку соды можно разрыхлителя потом сюда идет у меня грамм 300 пошло тыквы тертой на крупной терке друзья здесь на крупной терке и наверно грамм 200 манки все это перемешиваем в духовку на разогретую до 180 градусов и выпекала я 40 минут а потом все как обычно делаем сироп значит 150 грамм сахара или 6 столовых ложек 1 лимончик сок 1 лимона и грамм 100 воды все это закипятили и как только вытащили запеканку это даже не пирог это больше запеканка из духовки залили все это сиропом ой я рассказываю а у меня слюнки текут так что обязательно обязательно попробуйте я сейчас покажу погоду за окошком буквально вчера в этом увидите у нас сугробы в центре а сегодня у нас льет опять река но же прекратилась река да но ночью был опять тропический дождь именно дождь да так стучал в окна что я просыпалась вот опять все потекло весь снег сошел перед калиткой вот там вот у нас лужа лёшек сегодня ходил в магазин в общем погода что называется шепчет а завтра 5 до а завтра мороз ну вот завтра будет гололед сегодня я целый день наблюдают за давлением не просто интересно я слежу за своим состоянием как она меняется и ну в общем выбираю в мере и давления и думаю какое же мое все-таки давление более менее нормально наверное в связи вот с такой погодой и скачет давление то она 110 то 100 но там на 67 то пульс 54 то пульс 67 и вот так вот в течение дня так что вот такие дела ну наверное на этом я буду заканчивать да я начала вязать варежку сейчас я вам немножко покажу начало вот они мои две пары спиц варежки вяжутся очень быстро вы мне там пишите лена как вы быстро вяжете ну потому что наверное метод вязания очень удобный попробуйте вязать на двух парах спиц что носочки что варежки в общем это очень удобно видите я сместила пальчик вот сейчас возьму зубочистку не знаю чем показать то есть к центру ладошки здесь пальчик 12 петель и 3 петельки это просто ну как бы не пальчик так скажем вот все тот же индийский клин в час и вижу левую варежку прибавляю до маркера но естественно правая будет вязаться в обратном зеркальном отражении здесь пристраиваю вот силки вол у меня дешевые мохер в общем еще будет я думаю получится одна пара варежек но вот в эту пряжу поскольку она тоненькая я добавила два сложения вот этого дешевого мохера то есть тут два две ниточки мохера и одна ниточка вот силки волк от я нарт вижу такие же варежки просто немножко со смещенным пальчиком к центру посмотрим что получится конечно же вам покажу еще хочу поделиться с вами планами это лёшина ручка я сняла здесь мерки и лёшик заказал мне перчатки говорит а ты умеешь вязать перчатки нет но будем учиться в чем проблема те те же самые варежки вот здесь все записала размерчики вот какой длинный пальчик ну в принципе и сама рука обрисованная лёшина так что у меня по плану связать лёшику перчатки к новому году вот такая у меня пряжа опал она темно-коричневого цвета вот сейчас более-менее вот передает камера это носочная пряжа из нее получится очень тоненькие и теплые перчатки то есть здесь по моему 25 полиамид ну в общем синтетика остальное все 6 очень хорошая пряжа я ее тоже люблю смесовывать с другими пряжами сми дара я смесовывала из махером но здесь ничего не буду мешать просто вот свяжу из этой пряжи перчатки если получится связать шапочку то еще получится и шапочка вот такие мои планы поделилась с вами что я дальше после своих варежек буду вязать я думаю что я успею к новому году вот такой небольшой подарочек для лёшика все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю вам было интересно посмотрите еще раз напомню дальше пойдет наша вчерашняя прогулочка с анечкой посмотрите на наш красивый вечерний чеплыгин а я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока добрый вечер друзья решили мы немножко прогуляться перед встречей лёшика сходить анечкой в центр подышать ну конечно анечка не хочет попадать в кадр поэтому я выгуливаю свои варежки свой комплектик но очень жарко в варежках и сейчас переключусь покажу вам как же смотрится наша елочка вечером и вообще ночной город чеплыгин вот они прям с языка сняла что на камеру не передает вот эти вот елочки сейчас я вам показываю это живые елки это настоящие живые елки которые украсили вот такими гирляндами здание администрации а вот эту елочку я вам уже показывала вечером она смотрится гораздо богаче вот поэтому будем любоваться на нее вечером но и пройдем дальше если будет что-то интересное конечно же вам покажем сейчас вот здесь стоят вот эти елочки они в том году стояли но пока их не подключили с иллюминации еще лет там электричество ой все течет у нас снегу на него вы видите сугробы прочищенные тротуары но уже все тает все течет сейчас прогуляемся немножечко в центр уже очень захотелось подышать а тут ко мне дочечка пришла в гости поужинали мы тушь ты но теперь ждем лёшика она говорит мам давай пройдемся немножко прогуляемся и подышим вот сейчас вам покажу вот такие замечательные снежинки на здании видите какая красота так идем дальше это наш парк ой как дрожит камера стабилизатор не работает уж не обессудьте что-то прямо очень плохо не справляется с моими шагами камера парке тоже там красота все горит все сверкает вот казалось бы недавно мы с вами ходили летом был какой-то праздник у нас помнишь не вспомнишь как назывался нет день россии еще какой-то был а ну мы были на день россии до в июле по моему до или в августе вот а теперь вот уже зима друзья видите как летит время так что успевайте радоваться каждой минуте вашего дня вот здесь вот такая инсталляция парк ну в общем это вы все уже тысячу раз видели но как они говорит тысяча один раз но другого показывать мне вам нечего городок наш маленький поэтому будем повторять повторение мать ученик а не смеется выводит меня на смех мне тоже хочется рассмеяться но что делать вам нравится мой голос слушайте слушайте и смотрите уже чувствуется такая праздничная атмосфера здесь знаете в моде автомобилисты которые включают музыку на всю катушку что называется катаются с открытыми окнами вот так что мы иногда слышим эти всевозможные звуки ну иногда поднимает настроение а не помнишь эту крышу как мы там выхаживали с тобой помнишь это крыша это наш отель крыша нашего отеля есть видео на канале когда мы первый раз приехали ночевали на пару ночей мы тут спали да ну да первая первую ночь когда приехали потом ходили на сделку потом твою квартиру ходили смотреть до девяночки мы здесь были вот ладно друзья буду пока отключаться включусь уже возле троицкого собора там наверное будет красиво вот кто говорил у нас нет людей посмотрите сколько у нас молодежи очень много и город живой город развивается все у нас хорошо вот магнит украшены уже окна гирлянды висят кто-то олени нарисовал над было зайчика нарисовать год зайца кстати анечка твой год твой год может быть будет счастливым вот конечно все уже закрыто ну город провинциальный у нас тут все как-то только магнит и пятерка работают как по расписанию остальное все так есть люди работают нет людей закрыла лавочки и пошла отдыхать наверное это правильно вот очень тяжело мне было привыкать как то что то мне нужно было а ну вот когда зуб болел хотела купить обезболивающие ночью ну естественно здесь все аптеки закрыты может где-то и есть круглосуточно нету ты узнавала да вот они говорили что нет ни одной аптеки которая работает круглосуточно так что бывают и минусы провинциальных город городу но и много плюсов и сына покой чистота у нас в городе принципе все есть ладно пока отключусь что-то как-то очень скачет камера друзья пришли мы на эту площадь но что-то здесь как-то темно и рынок сельскохозяйственной видите не подсвечивается вот там стоит какая-то инсталляция она у вас сейчас выглядит посмотри как человек с длинными руками на камере на самом деле это просто огоньки там вот сейчас подойдем с другой стороны в общем походу у нас экономят электроэнергию мне кажется этот собор троицкий он подсвечивался согласись мне кажется он горел вот он этот шарик ладно надо будет посмотреть а потому что еще туман ну вот он этот собор в общем ничего интересного не покажу вам здесь и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok